Они считают свои действия чуть ли не благородной миссией – избавить городские улицы и дворы от бродячих собак. Вот только метод не выдерживает никакой критики. В данном случае это убийство. В Твери активизировались так называемые «догхантеры». Жители города все чаще сообщают о случаях отравления собак на улицах неизвестными веществами. Причем страдают не только бесхозные животные, но и домашние. Проблемой такого жестокого обращения с животными озабочены не только возмущенные зоозащитники и собаководы, но и депутаты. В частности, партия «Единая Россия», которая выступает за гуманное обращение с братьями нашими меньшими. О гуманных и действенных методах борьбы с бродячими животными и самими «догхантерами» расскажем в следующем сюжете. В частном приюте на окраине Твери, существующем исключительно на добровольные пожертвования, нашли кров более 300 собак и 50 кошек. У каждого животного своя непростая история, но есть и одно общее на всех пятно в биографии – это предательство человека. В массе своей четвероногие оказывались на улице по вине бывших хозяев и страдали от тех, кто их, собственно, приручил. Волонтеры находят и привозят туда больных, избитых или даже подстреленных животных. Но не всем бездомным собакам везет оказаться в руках зоозащитников. Нередко они подвергаются мучительной смерти от человеческих рук. Предположительно, это делают некие люди, которые называют «догхантеры», а по-русски, попросту говоря, «живодеры», которые разбрасывают подлым совершенно способом вот эту отраву, которая вызывает гибель животных. Конечно, это недопустимое абсолютно действие. Некоторые пытаются оправдать их, чуть ли не какими-то там очистителями города называют. Эти самые «догхантеры» гордо именуют себя санитарами улиц. И свои злодеяния объясняют желанием якобы избавить город от грязных, больных и агрессивных животных. Но такие доводы не выдерживают никакой критики. Эти люди – уголовные преступники. При этом на опасную приманку попадаются не только бездомные, но и домашние животные, оказавшиеся на выгуле. На прошлой неделе стало известно как минимум о пяти случаях отравления питомцев в Твери. Поступило в заволжский отдел полиции обращение зоозащитника, которое, так скажем, сконсолидирует несколько заявлений жителей города Твери по случаям отравления их питомцев. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ни бесхозные, ни домашние собаки и кошки категорически не должны подвергаться травле. Это, во-первых, безнравственно, а во-вторых, уголовно наказуемо. 245-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть жестокое обращение с животными, подразумевает наказание в виде штрафа или же лишения свободы. Вместе с тем, проблему безнадзорных животных никто не отрицает. Она накаляется и требует цивилизованного и законного решения. Ведь по данным соцопросов, 86% россиян однозначно выступают за гуманное обращение с братьями нашими меньшими. Регулировать численность животными нужно строго гуманными, законными способами. То есть не истреблять их, не травить, а строить приюты. Вот эти приюты или пункты временной передержки, они будут выполнять две важнейших ключевых функции, ключевых задачи. Первое, они будут пресекать бесконтрольную репродукцию животных. И второй момент важнейший, это то, что агрессивные животные, из-за которых происходит наибольшее количество инцидентов, они будут пожизненно оставаться в этом приюте. Представители регионального исполкома «Единой России» взяли эту резонансную ситуацию на контроль и намерены совместно с представителями Управления Министерства внутренних дел и органами власти и золозащитниками вести последовательную работу как по борьбе с дугхантерами, так и по наведению порядка в сфере обращения с животными. «Единая Россия» последовательно выступает за усиление ответственности. Только вместе мы сможем добиться внимательного и гуманного отношения к животным, уверен секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.